Цель акции не наказать провинившихся, а донести до участников дорожного движения, что от их действий в каком-то смысле тоже зависит чья-то жизнь. Тренировочный прогон автомобиля скорой помощи также дает возможность водителю на практике отработать свои навыки вождения, особенно когда час пик и на дорогах Бреста большой трафик. Ведь при всем желании не до каждого участника дорожного движения получится достучаться, из-за чего на дороге возникают непредвиденные обстоятельства, которым и должен быть готов водитель экстренных служб. Хотелось бы сказать, что мы не просто так по городу ездим с маячками, как бы мы спешим кого-то спасти, жизнь чью-то спасти. И хотелось бы попросить, чтобы повнимательнее относились к этому всему, когда видят машину с маячками включены. Быть не только внимательнее, но и относиться с пониманием, так как экстренные службы для того и существуют, чтобы немедленно реагировать на чрезвычайные вызовы. Чем быстрее экипаж милиции, скорой или МЧС доберется до места назначения, тем больше шансов, что чью-то жизнь удастся спасти. Благо в нынешний момент на дорогах Бреста водители все же культурные и законопослушные. Сейчас в последнее время, последних два года, да, водители маленько стали дисциплинированнее. И как бы они уже понимают, как разъехаться надо куда. Раньше как бы маленько тяжелее было, сейчас получше. Не могли, много полос, если занято, они, ну, некоторые не понимают, как надо разъехаться, елочка или как. А сейчас как бы маленько проще. Для тех же, кто не стремится пропускать автомобили специального назначения, предусмотрена мера ответственности. В частности, за непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативного назначения штраф от 2 до 10 базовых величин с лишением права управлять транспортным средством до 1 года. Цель была не наказать, а привлечь внимание общественности к данной проблеме. Дисциплинировать водителей в части обязательного предоставления преимущества в движении автомобилям оперативного назначения с включенными маячками, к которым относятся МЧС, скорая помощь и милиция. Ведь от их оперативного прибытия на место вызова зависят человеческие жизни.